Здравствуйте! В преддверии летних каникул мы решили поинтересоваться у родителей, знают ли они, какие опасности могут ожидать их детей дома. Для этого мы отправились в парк Горького, где нашли очень много интересных ответов. Здравствуйте! Вот у нас есть малыш, ему год и пять. Могут быть очень плачевные ситуации. Вот видите, у нас вот такие ранения есть боевые, можете посмотреть, да? Этот человек пришел с улицы, разделся, взял палку и катался на коне, ну, имитируя, да, что он катается. И в итоге он настолько увлекся и забежал на увлажнитель, и расшиб почти себе там лоб и бровь и так далее. Конечно, зрелище не очень приятное. Прежде всего, начнем с классики, это спички, как обычно, затем детки некоторые не знают, как обращаться с газом, то есть они могут включить горелочку и побежать. Это, мне кажется, промах родителей в этом. Там электричество, газ и все остальные радости. Ну, всякое, может и улезть куда-нибудь, открыть что-нибудь, или спички найти какие-нибудь, или газоприборы не выключены. Ну, дома не знаю, они очень смотрят за ней, какие опасности. Но она такая девочка дисциплинированная. Она вот, что, спичек не брать там того, она это вот знает все. А сейчас еще такая проблема, я считаю, что дети, они такие в наше время развитые, они пытаются все открыть, открутить, отвинтить. Это окна. Вот. Дети открывают окна, и очень много в последнее время, я смотрю, выпадают с окон. Вот это тоже проблема. Нельзя оставлять одного в ванной, то есть захлебнуться можно даже в луже воды. Смотрим, когда ребенок кушает, чтобы он не подавился. Поэтому, даже если мы не можем постоянно, каждую минуту смотреть на ребенка, а мы не можем, потому что у молодой мамы много своих дел. Нужно максимально обезопасить комнату, где находится ребенок. У меня со старшей была проблема, то, что я оставила, ну, единственное, оставила ее одну, буквально одну, отвернулась к плите, она вывернула на себя кипяток. Вот опять же тоже травматизм прошел, что горячий чай был вылет на ножку. У меня соседка-врач-реаниматолог, она рассказывала случай, когда кот вцепился когтями в носик и оторвал полностью нос ребенку. И, ну, в общем, ребенок остался инвалидом. Также собаки могут откусить нос, откусить руки. То есть это не так безобидно и весело, мне кажется, когда ребенок с домашними животными. Одна кухня чего стоит, это и горячая плита, кипяток, когда готовка, ножи, острые предметы, да, острые углы какие-то. Залезть может ребенок куда-то высоко, открытые окна. Ну, вот, это все может быть, поэтому надо рядышком быть с мамочкой и никуда не лезть, куда мама не разрешает, да? Да. Как вы заметили, все родители знают, какие опасности поджидают их детей дома, но, к сожалению, пренебрегают этими знаниями. А знаете ли вы, какие опасности таит ваш дом? КОНЕЦ КОНЕЦ